Чжан Вэйвэй, Россия безжалостно по отношению к США. Китайско-российское стратегическое сотрудничество имеет большое значение. Гуанча, Китай. Чжан Вэйвэй, Гуанча, Китай. 6 июня 2019 года. С 5 по 7 июня председатель КНР Си Цзиньпинь будет находиться в России с государственным визитом, а также примет участия в 23-м международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. 14 мая в гостинице «Москва» состоялась конференция, посвященная стратегическому диалогу между аналитическими центрами России и Китая. Она была организована Китайским фондом исследований реформы развития ЧТИЧ, Foundation for Reform and Development Studies, Исследовательским институтом Китая при Фуданьском университете, Шанхайским исследовательским институтом стратегического развития Чуньцу, Шангай Спринг Антиалтум Девелопмент Стратегинституте, и Российским аналитическим центром мировых и евразийских исследований. В конференции приняли участие председатель правления фонда исследования реформы развития ЧТИЧ Кун Дань, директор Чжан Вэй Вэй, старший научный сотрудник Лешима, помощник директора ЛИБА, а также заместитель генерального секретаря фонда Вэн Сян Цуй, профессор Пекинского университета ЦАО Хэ Пин, профессор университета Цэн Хуали Сигуан, главный экономист Государственного банка Китая Шиван Юань и другие. В ходе заседания обсуждались вопросы стратегических отношений между Россией и Китаем, экономика этих двух стран, обмены и сотрудничество в области культуры и цифровых технологий, а также сотрудничество в Северо-Восточной Азии в условиях современного многополярного мира. В этом году отмечается 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. О перспективах развития российско-китайских отношений корреспондент ЦАЭТа Гуанчера спросил главу исследовательского института Китая Фуданского университета Чжан Вэй Вэй. Ниже приведен текст интервью. Чжан Вэй Вэй, я считаю, что Россия и Китай, как два крупных государства, в настоящее время представляют собой единственные силы, охраняющие мир во всем мире. За прошедшие 6 лет председатель КНР Си Цзиньпин более 30 раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Это говорит о том, насколько тесны отношения между Россией и Китаем, а также о личной дружбе между лидерами двух стран, которая во многом способствовала развитию отношений всестороннего стратегического партнерства. В современном мире российско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства стали наиболее ценными и важными двусторонними отношениями. Министр иностранных дел Вэй говорил, если Китай и Россия будут вместе, в мире станет больше спокойствия, безопасности и стабильности. Мы имеем основания верить, что визит Си Цзиньпина будет способствовать повышению благосостояния народа в двух стран и направит развитие обстановки в более мирное русло. Вы сами недавно были в России, произвела ли на вас поездка какое-нибудь особое впечатление? Отношения между США, Китаем и Россией сейчас очень сильно влияют на международную обстановку. Россия подверглась экономическим санкциям, а Китай оказался вовлеченным в торговую войну. Каким образом это может нарушить баланс в отношениях между этими тремя странами? Во время визита мы много общались с российскими аналитиками и представителями СМИ. Их интересовало мое мнение по поводу отношений между США, Россией и Китаем. Я говорил им, что руководители России и Китая, зрелые политические лидеры, отношения стратегического партнерства между двумя странами переживают небывалое расширение и углубление. Нынешний лидер США недостаточно сформировался не только в политическом, но и, по мнению многих, в психологическом плане. Он производит впечатление человека, не внушающего доверия, у которого мысли расходятся с действиями, а это неуклонно ведет к ослаблению США. Из-за политической и экономической поддержки, которую Китай оказывает России, американские санкции не смогут нанести ей серьезный урон. Некогда Россия была сверхдержавой, но и сейчас она все еще остается крупной и влиятельной страной. У нее есть свои представления, идеи и опыт противостояния США. При необходимости Россия сможет принять меры. Потому, как безжалостно она обошлась США в ходе урегулирования кризисов в Сирии и Венесуэле, все поняли, что США – всего лишь колосс на глиняных ногах. Важность эффективного сотрудничества между Россией и Китаем выражается во взаимодействии по многим острым вопросам в условиях сложной и переменчивой международной ситуации, подобной которой не было уже около века. Как россияне относятся к возвышению Китая? В целом положительно. Люди видят, как быстро развивается Китай, и надеются, что он сможет сыграть еще большую роль на международной арене. Многие из тех, кто бывал в Китае, говорят, что страна меняется невероятно быстрыми темпами. Они интересуются всем тем, что происходило в Китае, тем, как страна добилась таких успехов, а также российско-китайскими отношениями в целом. Опросы общественного мнения показывают, что общество поддерживает развитие дружбы и сотрудничества между Россией и Китаем. В интервью, которое у нас брал Дмитрий Киселев, ведущий телеканала «Россия», мы ответили на ряд вопросов, касающихся торговой войны между Китаем и США и отношений стратегического партнерства. После интервью Киселев поблагодарил нас за уверенные ответы, которые, как он подметил, шли из самого сердца. С такими друзьями, сказал Киселев, нам можно успокоиться. Мы также встретились со многими знакомыми из правительства и аналитических центров. Все они с надеждой ждут приезд председателя Си Цзиньпина и уверены в дальнейшем укреплении отношений и стратегического партнерства между двумя нашими странами. Сообщается, что Huawei планирует развернуть сотрудничество с Россией в области распространения интернета 5G и что уже подписаны некоторые соглашения. Каким образом следует трактовать стратегическое значение сотрудничества Huawei с Россией после запрета, наложенного на эту китайскую компанию Соединенными Штатами в ходе торговой войны? Каковы перспективы торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией? За эти 4 дня в Москве я встречал работников компании Huawei практически каждый день, в гостинице, ресторанах и на улице. Все они были мужчинами-инженерами, все заходят на сайт Гуанча и смотрят передачу «Это и есть Китай», поэтому нам было о чем поговорить. Huawei разворачивает в России огромные проекты, и это, безусловно, хорошо скажется как на самой компании, так и на российско-китайских отношениях. Сотрудничество компании Huawei с Россией – важная часть всего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. Интенсивность сотрудничества России с компанией Huawei, в то время как США наложили на нее жестокий запрет, говорит о том, что взаимное доверие и научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем вышло на новый уровень. Если рассмотреть данный вопрос еще шире, российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество очень быстро развивалось все эти годы. В 2018 году объем двусторонней торговли вырос на 27% и преодолел отметку в 100 миллиардов долларов. Крупные проекты сотрудничества создаются также в сферах энергоресурсов, инфраструктуры, авиации и космоса. Началось сотрудничество китайской инициативы «Один пояс, один путь» и АЭС, а также сотрудничество в сферах цифровой экономики и умных городов. Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем обладает огромным потенциалом. Из-за торговой войны с США Китай стал покупать сою у России, чему она очень рада. Возможность потерять крупнейший в мире рынок сои подтвердила бессмысленность ведения Соединенными Штатами торговой войны. Когда вы говорите о китайской модели, то часто упоминаете СССР. Какие уроки Китай извлек из советского социализма? Многое в китайской модели заимствовано у Советского Союза, например, пятилетние планы и демократический централизм. Однако все это было реформировано и модернизировано китайцами. Так, современные пятилетние планы в Китае – уже не то же самое, что обязательные к исполнению пятилетки в плановой экономике СССР, когда точно было известно, сколько пор обуви должен произвести каждый обувной завод. Пятилетние планы в современном Китае носят руководящий характер, определяют более общее, стратегическое направление. Такая система была создана Китаем на основе закостенелой советской плановой экономики. То же самое произошло с демократическим централизмом, созданным Лениным. В Китае он отошел от своей демократической составляющей и превратился в систематизированный процесс принятия решений, обеспечивающий централизацию демократии и эффективности. Перед принятием пятилетний план в современном Китае обычно проходит через все слои общества, обсуждается в партии и аналитических центрах, а также за их пределами, многократно изучается и согласуется на всех уровнях. Поэтому он очень эффективен. Когда речь заходит об этой проблеме, многих русских это заставляет задуматься, что же вызывает у них больше всего переживаний. Помню, как впервые за обеденным столом упомянул, что при оценке того или иного руководящего деятеля, китайцы часто употребляют выражение 70% достижений, 30% ошибок. Мои русские собеседники тут же оживились, почему же у нас не принято так говорить. Для нас человек либо хороший, либо плохой, для русской культуры свойственно впадать в крайности, поэтому в стране постоянно происходят перемены, отвергается человек, отвергается система, все отвергается, как если бы после мытья ребенка выплеснули вместе с мыльной водой. Один российский политик сказал нам, что сначала он поддерживал радикальные реформы Горбачева. «Я думал, что мы окажемся в раю, но вместо этого мы пополиват». Восхождение Китая в условиях данной модели заставляет многих россиян задуматься о своем прошлом. В китайской культуре во всем важна мера, излишек так же плох, как и недостаток. В этом и заключается великая мудрость китайской цивилизации. Кроме того, китайцы умеют учиться у других, перенимать их достоинства, в этом и заключается секрет успеха Китая. Я говорил своим российским друзьям, что Дэн Сиопин учился в СССР в 1926 году, Ленин тогда уже умер, но еще проводилась его новая экономическая политика. Дэн Сиопин увидел, что социализм может сочетаться с рыночной экономикой, и неоднократно подтверждал это в ходе исследований. Он запустил в Китае политику реформы открытости под влиянием новоэкономической политики Ленина. «Мои российские друзья сказали мне в ответ на это, что, кажется, китайцы знают о советской истории больше них самих, и это весьма печально. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ».